Дорогие друзья, здравствуйте! Всем желаю доброго утра, приятного аппетита! Успешной предстоящей недели! И сегодня, как обычно, мы в LG Studio встречаемся с вами для того, чтобы приготовить простые, легкие, интересные блюда, которые порадуют ваших родных и близких в течение недели. Потому что я уверена, что на вопрос, что готовить, я даю вам какие-то ответы и альтернативы, и мои рецепты в течение недели могут вам пригодиться. У меня все готово, мы можем, думаю, что начинать с вами, потому что всего за 20 минут я снова успею приготовить два блюда. Итак, у меня сегодня меню простое и легкое. Под конец лета считаю, что максимум овощей, максимум пользы с урожая нужно брать. Соответственно, у меня будет такой вкусный, сытный овощной салат, который, возможно, даже заменит кому-то ужин или обед. И будет мясо по-тайски. О нем говорят много, его любят, его часто заказывают, но так как никто не обучался специально в Таиланде, чтобы приготовить это мясо, все как бы знают приблизительные рецепты. Я сегодня тоже дам свой рецепт мяса по-тайски. В чем его прелесть? В пикантности, в простоте, в какой-то такой остринке и оригинальности. Поэтому давайте, времени терять не будем. Я предлагаю вам мясо по-тайски. Отготовим садель. Мясо по-тайски отготовим садель. Говядина, болгарский перец, лук, помидор, чеснок, имбирь, соль, перец, хлопья чили, соевый соус, растительное масло, крахмал, зеленый лук, кунжут. Я честно не знаю, в Таиланде именно так готовят это мясо или нет. А еще мне кажется, в каждом регионе Тая это мясо могут готовить по своему рецепту. А еще мне кажется, что вся кухня, начиная от японской кухни, где суши, маки, роллы и прочее, заканчивая тайской, корейской кухней, она все равно адаптирована уже, как говорят, под Европу. Для европейских ресторанов, соответственно, к нам приходят уже наиболее адаптированные, эндемичные варианты. Берем говядину в филе и нарезаем ее. Конечно, хорошо, чтобы, если бы она была побольше такая подмороженная, но у меня хорошо охлажденная. И я ее нарезаю вот такими вот, не тонкой соломкой, а вот такими вот брусочками. Нарезали мясо. В сковороде разогреваем масло. Масло я беру обычное растительное, чтобы упростить вам задачу. Но если вы гурман и у вас есть разные виды масел, то можно чуть-чуть попозже не жарить, а уже чуть-чуть попозже. В растительное масло, например, добавить кунжутное, это придаст еще больше такой тайской атмосферы блюду. Потому что азиатская кухня очень часто готовится с добавлением кунжутного масла. Однако просто жарить на кунжутном масле, особенно если это настоящее концентрированное холодного отжима масла, конечно, я не рекомендую. Но это будет просто огромная ошибка ваша. Мы же просто жарим пока на растительном масле мясо. Закинули, обжариваем. Конечно, брызги летят во все стороны. Пока мясо жарится, готовлю овощи. Небольшое количество репчатого лука. Лук можно нарезать полукольцами, но мне больше нравится, когда он нарезан перьями вдоль. Я чаще в азиатских блюдах встречала именно такую нарезку. Нам понадобится также имбирь, чеснок. Все это заготавливаем, пока жарится мясо. Мясо и обжарится, и немножечко протушится. Мясо по-тайски можно готовить двумя способами. В казанке или толстодонной сковородке, а еще можно в воге. Однако вог, он предназначен для быстрой такой обжарки. И вот здесь в таком случае нужна не говядина, а очень нежная телясь, на которой быстро-быстро-быстро, очень быстро обжаривается. И резать надо будет все потоньше. Так. Беру немножечко имбиря. Из программы в программу стараюсь сейчас его добавлять. Прекрасный иммуностимулятор. Полезный продукт. Его можно и в чай, и в сок, и кипятком заваривать. И просто им согреваться сейчас к осени. Как раз-таки это очень важно. Хотите, можно нарезать кубиком. Или просто измельчить. Если не любите, когда попадаются фрагменты имбиря, можно его натереть на терке. Ну, я его, скажем так, мельчу-мельчу, чтобы и сок сильно не вышел, но при этом он помельче был. Так, вот мясо, смотрите, у нас и зажарилось, и при этом дало сок. Можно добавлять лук. Пока мясо будет жариться с луком, крышкой пока закрывать не буду, подготовлю перец. Перец мы нарезаем соломкой. Красный, паприка, зеленый, желтый. Можно сделать полный светофор, как пожелаете. Белая мякоть удаляется. Одним глазком я посматриваю, как там у меня мясо по-тайски себя чувствует. Хорошо. Вот смотрите, лук слегка поджарился, жидкость выпарилась. Это позволило луку слегка поджариться. Вот он у меня такой тут зажаристый. Я добавляю немного воды, чтобы мясо было мягким, и тушу его. В этот же соус уже можно заложить чеснок и имбирь, потому что в период тушения эти ингредиенты как раз-таки и придадут соусу подливе вот этой, которая потом будет постепенно впитываться в мясо и увариваться до густого соуса. Нужный вкус. Сюда же можно добавить немного соли, но не переборщите, лучше потом досолить, потому что у нас еще в основном блюде идет соевый соус. Это тоже важно. Добавляем черный перец. Причем я люблю добавлять много ароматного черного перца, а можно свежемолотый еще добавить. Добавляю соевый соус. Пока не спешим. Хочу, чтобы протушилось все, разварилось. Закрываю крышкой и тушим где-то около 10 минут, не при сильном кипении, но чтобы хорошо-хорошо разварилось и стало, скажем так, протушилось и стало мясо мягким. При этом за этот период я хочу приготовить помидоры. Обычные помидоры берем, не черри, и нарезаю их вот такими вот дольками. Так, соус у нас проварился, мясо у нас мягкое. Добавляем секретный ингредиент крахмал. Я не знаю, в Тае вообще когда-нибудь кто-нибудь готовил вот по такому рецепту вот такое вот мясо. Как мне рассказали мои друзья, специалисты по Таю, в Таиланде вообще максимально популярна свинина, курица, ну а на первом месте морепродукты. Креветки, миди, это все жарится, запекается, выпекается, а даже если это очень свежие морепродукты, например, каких-нибудь крабов или лобстеров едят в свежем виде, заливая их концентрированным лимонным соком и специями, которые очень острые и пряные. Так, и вот сейчас уже мы крахмал добавили, немножко такую тягучесть зажарки придал. Последний штрих практически. Я добавляю помидоры, перчик, добавляю для остроты немножко перца чили, прям хлопьями. Воги хорошо готовить, можно удобнее мешать, но вог это, как правило, огонь, тогда все будет правильно распределяться. А у нас прекрасная индукционная варочная поверхность LG Studio, которая имеет множество функций и на ней готовить одно удовольствие. Мясо по-тайски у меня получилось идеальным, все быстро, вкусно, во-первых, потому что здесь есть слайдерное управление. Именно благодаря слайдерному управлению я легким движением пальца могу регулировать мощность, на которой я готовлю блюдо. Например, мясо я готовила на средней мощности, а вот уже овощи я жарю на высокой температуре и мне нужно увеличить эту мощность. Ну и еще классная функция, которую предлагает варочная индукционная поверхность LG Studio это таймер. Можно регулировать время, если вы готовите вот все строго по рецепту, устанавливая таймер и, соответственно, плита будет предупреждать вас, когда прожарилось мясо, когда прошло 10 минут, когда уже пора закидывать овощи, ну или когда плите нужно просто отключиться, чтобы блюдо не пригорело, потому что мясо уже будет готово. Видите, сколько удобных и классных функций у этой мощной варочной поверхности. Мясо готово. Сейчас сниму пробу. Здесь важно быть уверенной, что мясо получилось мягкое. Да. Оно получилось мягким и очень вкусным. Я себя похвалила. В конце мы посыпаем мясо уже когда засервировали кунжутом. Но это по традиции. А еще я люблю украшать мясо в тайском стиле зеленым луком. Мы режем вот такие вот перья наискосок для украшения. И так как лук у нас такой красивый, сочно-свежий луковую головку режу колечками. И вот благодаря этим нехитрым ингредиентам мы с вами украсим мясо по-тайски. Подают его по классике с рисом. Но если по каким-то причинам вы не можете употреблять белый рис, можно употреблять бурый рис, а еще для гарнира могут подойти любые нейтральные овощи. Если уж честно говорить, ну вряд ли именно в Тае делают такой классический рецепт, это просто такая, ну скажем так, национальная атмосфера здесь создается, может быть, благодаря имбирю, чесноку, соевым соусу, то я думаю, что вы адаптируете этот рецепт под свою семью. Может быть, просто без каких-либо дополнительных гарниров вы сможете насытиться обедом или отварить для этого блюда любой гарнир, который вам нравится, цветную отварную капусту или картофель. Выбирать вам, друзья. Ну а я сейчас выложу мясо и буду готовиться ко второму рецепту. У нас впереди очень вкусный летне-осенний овощной салат. Мясо по-тайски отготовим садель. Мясо я нарезала брусочками. Масло прогрела на сковороде, обжарила мясо, затем нарезала лук перьями, имбирь и чеснок измельчила. К мясу добавила лук, обжарила, перец нарезала соломкой. В сковороду я добавила немного воды, туда выложила чеснок и имбирь, посолила, поперчила и приправила соевым соусом. Тушила под крышкой 10 минут, затем нарезала дольками помидоры, к мясу добавила крахмал, помидоры, перец чили, все перемешала и немного обжарила. Готовое мясо подавала, посыпав их семенами кунжута и перьями зеленого лука. Итак, вкусный летний или осенний овощной салат. Осенний овощной салат. Капуста цветная, капуста краснокочанная, красный перец, паприка, морковь, кукуруза, грибы консервированные, майонез, при желании провансаль классическим. Горчица, сок лимона, зелень, перец черный молотый, соль. У меня тут две капусты. Краснокочанная. Сейчас я ее думаю, как лучше отрезать, потому что всего нам понадобится по чуть-чуть. Смотрите, она какая красивая в разрезе, правда? Просто произведение искусств. И будем использовать цветную капусту, которая совсем не цветная, конечно. Я беру немного соцветий. Кстати, во многих диетах именно эта капуста шикарно заменяет картофель. Так, смотрите, я сейчас ее буквально проварю, но я думаю, что минутки три, не больше. И она у меня будет уже готова. Это первая капуста. Беру вторую капусту и я ее буду тонко шинковать. Возьму большой нож шеф, маленьким у меня шинковать. Кстати, можете смело брать шинковку и на ней капусту готовить. Эту капусту называют в основном салатной или идеально она для маринада и солений. И я ее сразу немножко посолю. И вот так, вот так, вот так ее нужно будет обмять. Так, дальше морковь на терке. На крупной терке или шинковке натираю очищенную морковь. Морковь тоже готова. Выкладываем содержимое терки, все, что на доске. Шинкую перчик с тонкой соломкой. Знатоки говорят, что если в салате больше пяти ингредиентов, то это уже не салат. Я, может быть, где-то и согласна, когда слишком много всего, салат превращается в какое-то месиво. Но, тем не менее, наша душа и наша гастрономическая культура так устроена, что, ну, любим мы все эти винегреты, оливье, где много ингредиентов, где все заправлено майонезом, овощи вареные, овощи свежие, французский салат или, как они называются, гранатовый браслет. Ну, стоит вспомнить только все ваши любимые салаты, особенно, чем ближе к зиме, тем они более такие многокомпонентные. Но у нас здесь такой будет летний сытный салат, не сильно перегруженный, мне кажется. Так, капусту я уже достаю. Сейчас она у меня чуть-чуть остынет. Я сразу добавлю еще один важный ингредиент. Это сладкая консервированная кукуруза. Так, теперь беру грибы. Можно взять сразу резанные. У меня грибы не резанные, поэтому я их сейчас разделю. и режем их пополам или на четвертинки. Это так, для праздничного настроения. Если вдруг нет, то специально ради этого салата идти за грибами в магазин не нужно. Само по себе вот сочетание, которое у нас сейчас получится, оно очень классное и очень такое свежее. И для гостей можно приготовить и просто для себя грибы отправлены зелень. Обязательно я сюда добавляю зелень и петрушку и зеленый лук в умеренном количестве. Режем, режем, режем. Теперь заправка. Для заправки я беру ложку горчицы. Это может быть зерновая горчица, обычная ядреная классическая русская горчица. Я беру где-то пол чайной ложки черного перца. Нам понадобится лимонный сок. Выжимаем. Главный ингредиент, который оформляет и обрамляет все вкусы этого салата и делает его достаточно сытным, который, салат, который может заменить обед, да, я уже говорила об этом, это майонез. Сегодня я использую по традиции провансаль классическим три желания. Это совершенно натуральный продукт. Здесь указано, что без ГМО этот продукт. и если мы сейчас посмотрим на его состав, то вы обратите внимание, что сделан он с меньшим количеством растительного масла. Его жирность за счет этого понижена, а это значит, что прекрасно для таких летних легких салатов он может подходить. Кроме того, этот майонез провансаль классический, по мне, так кажется, дает такой нежный, очень правильный вкус этому салату. У него нежная текстура, сейчас я вам ее покажу. сметанообразный майонез и очень нежный вкус, потому что провансаль готовится по традиционной рецептуре, это очень важно, когда сохраняется традиционная рецептура, и мы получаем вот такой вкусный соус на основе классического майонеза. Солили мы здесь только капусту слегка, поэтому сейчас мы смешаем майонезом и там поймем, нужно ли досаливать или нет. Заливаем. Вот он становится не просто нежным, а еще такой кислинкой прикольной. И салат перемешиваем. Так, все ингредиенты почти добавили, однако, у нас же еще цветная капуста остывает, но теперь она уже нужной температуры, соцветия могут поделиться крупные на 4 части, можно на 2, и добавляем в салат. И теперь секрет этого салата. Этот салат должен постоять ну хотя бы полчаса в холодильнике, накройте его крышкой, если готовите в контейнере, или натяните пищевую пленку, может постоять даже час, тогда вкус у салата будет совершенно другой. Цветная капуста пропитается вкусным майонезным соусом, все овощи также обменяются вкусами, и у нас получится идеальный салат. И, друзья, конечно, здесь у меня все в рабочем виде, мы сейчас его красиво засервируем в тот момент, когда я уже смогу все подавать к столу. Ну а к столу я хочу прежде всего подать чай, вкусный чай, салат, горячее, естественно, пригласить всех вас. Осенний овощной салат. Цветную капусту я разобрала на соцветия, отварила в течение 2-3 минут. Краснокочанную капусту тонко нашинковала, слегка посолила и обмяла. Морковь натерла, добавила к капусте, перец тонко нашинковала, готовую цветную капусту достала из воды и охладила. К салату добавила дополнительно кукурузу и грибы, зелень измельчила и тоже украсила им салат. Ввела цветную капусту. Для заправки горчицу, черный перец, лимонный сок, майонез я соединила, перемешала и полученным соусом заправила салат. Салат должен настояться в холодильнике 30 минут. Друзья, у меня все готово. Лето подходит к концу, но впереди у нас осень. Осень всегда богата овощами, урожаем. И я надеюсь, что вы успели сделать какие-то сезонные заготовки, но впереди у нас будут программы, когда мы уже последний урожай будем готовить, заготавливать к зиме. Ну а сегодня наслаждайтесь хрустящими овощами, мягким мясом, яркими вкусами, легкими салатами с вкусными соусами и, конечно же, чаем, с которым я начинаю свое утро и заканчиваю этот день. Это чай Ахмат, и обратите внимание, что я вам еще раз напоминаю об идеальном подарке, особенно на 1 сентября всем учителям. Это 15 вкусов. Вот такой вот огромный набор из 90 пакетиков вам предлагает Ахмат Tea for Season. Это настоящая коллекция удивительных вкусов и при этом каждый пакетик чая спрятан в специальное фольгированное саше. И не переживайте, именно такое правильное саше не позволяет вкусам смешаться или как-то испортиться качество чая. Каждый пакетик хранит в себе свой уникальный неповторимый вкус и вы знаете, что качество Ахмат никогда нас еще не подводило. Я выбираю свой вкус по своему настроению, наслаждаюсь вкусным чаем и желаю вам всем крепкого-крепкого здоровья, крепкого-крепкого иммунитета и сильного стабильного аппетита. Вот это самое главное. Я надеюсь, что через неделю мы с вами встретимся, будем готовиться уже потихоньку к дождливому сезону и самое главное пожелаем всем хорошего настроения и снова-снова приятного аппетита. Увидимся на 31-м канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok